Разрушительный ураган Ирма достиг побережья США. По мере приближения стихии, мегаполисы Флориды все больше напоминают города-призраки. Власти проводят масштабную эвакуацию. МИД Украины выясняет информацию об украинцах в зоне бедствия. Дипломаты в США держат связь с кризисными центрами круглосуточно. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИДа на странице Facebook. Тем временем синоптики предупреждают. По сравнению с Ирмой, недавний Харвик покажется не таким уж и страшным. Дмитрий Анопченко следит за развитием событий. Осталось совсем немного. Ударив по Кубе, Ирма приближается к Флориде. Ждут худшего. Порывов ветра до 210 км в час и волн высотой от 3 до 6 метров, которые снесут все на своем пути. Они накроют ваш дом, вы их не переживете. Как только шторм начнется, вас уже не смогут спасти. Заявил в обращении к американцам губернатор штата. И распорядился о полной эвакуации. Вы должны уехать прямо сейчас. Не ждите, эвакуируйтесь. Ни ночью, ни через час. Сделайте это сейчас. Если вы в зоне эвакуации, бегите. Покинуть свои дома должны 6 миллионов 300 тысяч человек. И роскошный курортный Майами сейчас действительно напоминает город-призрак. С опустевшими бульварами и магистралями. Фотографии, которые люди размещают в социальных сетях, поражают. Хуже всего даже не местным жителям. Они-то хоть к родственникам могут поехать, а туристам. Во всем регионе экстренно закрыли отели, принудительно выселили постояльцев. Отменены все круизы и лайнеры вернулись в порты. Улететь из Майами невозможно. Билетов просто нет. И тысячи отдыхающих сидят сейчас на чемоданах в аэропорту. Беспокоюсь, смогу ли отсюда уехать. Пока что пытаюсь попасть хоть на какой-то рейс. А тут такой хаос. И это пугает. Для местных жителей слабое утешение. Власти экстренно развернули 400 временных убежищ. Но на большинстве из них объявления. Мест нет. Помещение переполнено. Мне дочка звонит. Знакомые звонят. СМСки шлют постоянно. И все так напуганы. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, пересидеть в убежищах. Могли, конечно, остаться дома, но это такой риск. Дом можно заново отстроить, а жизнь не вернешь. Ирма так сильна. И люди действительно не преувеличивают. Ураган Ирма уже называют самым мощным в Атлантике за последние десятки лет. Метеорологи оценили его уровень как катастрофический. Мол, штатам не привыкать к ударам стихии. Но Ирма по мере продвижения к Флориде не теряет силы. Такого давно не наблюдали. Президент Трамп экстренно собрал в Кэмп Дэвиде силовиков и госсекретаря. Кадры с их совещания выложил себя в Твиттере. Написав, боже, благослови Америку. Выглядит так, что с этим ураганом все может быть плохо. На самом деле плохо. Но мы готовы. Готовы как только возможно в такой ситуации. По данным на этот час Ирма уже вплотную приблизилась к прибрежным городкам. И значит ближайшие сутки для Майами и всей Флориды будут самыми страшными. Уже сейчас возможные убытки оценивают в 50 миллиардов долларов. И это еще точно никто не знает, чего именно ждать. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...